В предыдущем ролике я рассказывал о том, как сделать объемные буквы. А сегодня мы поговорим, как быстро обработать буквы на фрезе, как клеить пленку на лицевую сторону с равномерным контуром и немного поговорим о технических моментах изготовления объемных букв. Когда я изготовил лицевые части объемных букв, я аккуратно обрезал излишки акрила на ручном фрезере, закрепленном к столу. По фигуре в верхней крышке я обрисовал контур задней стенки буквы карандашом, после чего приступил к поклейке бортика на заднюю стенку. На видео заметно, что бортик задней стенки вклеивается на небольшом расстоянии от контурной линии. Это расстояние равно толщине пластика верхней крышки буквы. В моем случае это 3 мм. Когда буква полностью собрана с верхней и нижней крышкой, я снова возвращаюсь к обрезке лишнего пластика. Это необходимо для того, чтобы беленькая кромка на задней крышке была аккуратной и нигде не выступала. Ее можно полностью исключить, то есть обрезать по дной, но тогда свет может попадать через щели на задней стенке. Например, если вывеска закреплена на стене, то может быть виден свет в местах, где бортик не плотно прилегает. Да, стружки, конечно, много. Реально чувствуешь себя каким-то снежным человеком. Но этот способ обработки пластика позволяет сэкономить массу времени. Следующий этап – это поклейка лицевой части буквы. Я аккуратно снимаю порезку без монтажной пленки. Клеить будем на воду, вернее на слегка мыльный раствор. Его нужно наносить и на клеящий слой, и на акрил. На литр воды добавляем чайную ложку фейри. Или можно использовать жидкость для мытья окон. Самоклейку просто ложим на лицо буквы. Выравниваем так, чтобы контур был везде равномерный. Лицевую сторону я порезал на плотере и уменьшил ее вовнутрь на 15 мм от наружного контура буквы. Выгоняем всю воду абсолютно, причем так, чтобы ни в коем случае не осталось водных пузырей. Они не сойдут, в то время как воздушные пузыри растягиваются приблизительно через 2 недели, и прокалывать их никогда не нужно. Виниловая пленка со временем сжимается на метре примерно на 3 мм. Место прокола увеличивается и становится очень заметным. Да-да, Димчик, тебе тоже привет. Вот что у нас получается после раскатки пленки. Лишнюю влагу можно вытереть обычной сухой чистой тряпкой. Все, буква готова к закатке бортов. Маленький лайфхак. Если вы уже клеили пленку, то вы знаете, что такое статика при снятии подложки. Используйте антистатик, любой. Очень крутая штука. Мусора в разы меньше. Что там по закону физики? 100% КПД не бывает в природе. То же самое и у нас. Без боков не бывает. Под пленку попал мусор. Я сейчас покажу, как его очень легко убрать. Пленку на лицевую сторону буквы мы с вами клеили на мокрую. Поэтому в течение часа ее легко можно отклеить. Мы немного ее отрываем от поверхности. Добавляем немного воды. И мусор склеящего слоя очень легко снимается обычным канцелярским ножом. Обязательно раскатываем пленку назад. Укладываем так, как она была. Убираем все водные пузыри. Это очень важно. Песчинка, которую мы сняли, размером чуть больше хлебной крошки. И она, конечно же, очень хорошо заметна под пленкой. Давайте посмотрим на результат. Все отлично. Как будто так и было. При поклейке на сухую это было бы сделать гораздо сложнее. Порезку слова маркет мне пришлось клеить без монтажки. Ну да, бывает такое, что она иногда заканчивается. Я сейчас расскажу, как я это сделал. Плоттерная порезка предварительно не выбирается. Мы клеим на нее полосы из обычного аракала. Есть один небольшой секрет. Да, вот так. Ладошками нужно уменьшить клеющий слой, для того, чтобы полосы можно было легко снять. Способ немного головниковый, но работает. Полосы клеим для того, чтобы не потерять расстояние между буквами. Можно еще вот так заморочиться. Ну, если горит, конечно. Вот приблизительно вот так получилась поклейка полос с уменьшенным клеящим слоем. Камера, к сожалению, не записала, как я клеил порезку с полосками на лицевую крышку короба. Но клеил я ее тоже на мыльную воду, чтобы можно было отцентровать порезку относительно середины короба. Перед снятием полос короб обязательно должен часок подсохнуть, иначе будет тянуться. Торцы букв заклеиваются полосками аракала, нарезанными чуть шире высоты борта. Лишняя часть пленки потом срезается ножом по краю короба или буквы. Процесс заклейки торцов пленкой я решил не снимать. Это очень простой и несложный способ. Есть еще один очень важный момент, о котором я не могу не рассказать. Пленку на торцах букв обязательно нужно прогреть феном. Если этого не сделать, она со временем может отклеиваться от пластика. В основном это происходит на внутренних углах и изгибах изделия. Очень важно не перегреть пленку феном, иначе можно просто испортить. Мы не прогреваем весь бортик буквы целиком. Обычно мы прогреваем около 10 мм от лицевой стороны и также 10 мм от задней стенки. Почти конечный результат должен получиться вот такой. Задняя стенка и лицевая часть буквы. Почему почти? Потому что у нас еще не установлен свет. Мы используем светодиодные модули или 12 вольт или 220, для которых не нужен блок питания. Эти модули в три раза дороже 12 вольтовых, но они больше размером. И для больших букв их удобно использовать. Светодиодные модули на 12 вольт по размеру меньше, и их нужно большее количество на квадратный метр буквы. Плюс блок питания. Поэтому иногда оба варианта получаются практически по одной стоимости. Если остались вопросы, задавайте, пишите в комментариях, отвечу каждому. Вы на канале VIP-реклама, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!